Время новостей на телеканале ЛАБА в студии Лили Циокян. Здравствуйте! Сегодня мы подводим итоги недели. Перспективы социально-экономического развития отважненского сельского поселения оценил глава района. В станицу Игорь Чигаев приехал с большой делегацией, в которую вошли заместители, представители управления и ведомств. Районное руководство посетило учреждение социальной сферы, пообщалось с местными жителями. Отважненское поселение – одно из отдаленных от районного центра, но из-за этого жители не должны ощущать себя брошенными, считает глава района. Сюда Игорь Чигаев приехал, чтобы оценить проблемы станичников и найти пути их решения. В первую очередь районное руководство приехало на берегозащитное сооружение на реке ЛАБА, расположенное в районе села Гафицкое. Этой весной при прохождении большой воды во время паводка произошло размытие около 50 метров тела дамбы. Возникла угроза подтопления ближайших дворов. Алексей Матыченко доложил о мероприятиях, направленных на восстановление берегозащитной дамбы. На имя губернатора от Вашинского поселения, от Вашего имени, были переведены в Министерство природных ресурсов, где нам порекомендовано вступить в программу на расчистку русла реки в 2020-2021 году. Повторно письма подготовлены и отправлены на первое вице-губернатора Алексеенко, которое сегодня отписано Министерству МЧС. МЧС сюда было вызвано, комиссионно рассмотрено. Сегодня сопровождается финансовая составляющая была оцелена положительно. О выделении 9 миллионов на восстановление дамбы. Но письмо попало не то в министерство. И сегодня мы повторно направили через Алексеевну, кокуратора Министра ЧАЭС. Письма сегодня находятся уже в ЧАЭС. Два дня назад мне это стало известно. Здесь планируют восстановить защитные шпоры и тело дамбы. Кроме этого вдоль сооружения проведут отсыпку крупногабаритным камнем. Руководство района ситуацию держит на контроле. Есть уже положительные решения Министерства финансов о том, что возможность резервного фонда выделить большую сумму для того, чтобы дамбу и весь комплекс мероприятий оградительных сделать. Это четверг запланирована моя поездка к первому вице-губернатору, где я планирую обсудить этот вопрос. Следующий объект, внимание, мост через Лабу, который должен соединить Чернореченскую и Гафицкое. Его необходимо сохранить, отметил глава района. Игорь Чигаев дает поручение своим замам еще раз просмотреть возможности реконструкции сооружения. Это создаст дополнительные условия для развития территорий. А это пункт полиции села Гафицкого. Сегодня он не действующий. Здание добротное, но ему требуется капитальный ремонт. Исполняющий обязанности главы поселения Роман Слепенко вышел с инициативой разместить в этом помещении административные структуры. Это своевременное и верное решение подчеркнул глава района. Зданию, в котором сейчас располагается сельская администрация, более 100 лет. В нем, конечно, поддерживают порядок, но пришло время обновления. Пришла Роман Анатольевич к нашему молодому главе инициатива. Вместе с отделом внутренних дел совместно освоить это здание, которое практически в полупрошенном состоянии на поселке Гафицком. Оно капитальное строение, имеет отопление, электричество, дворы, ограждения. Поэтому при поддержке начальника ОВД, а такая поддержка есть, мы постараемся в этом году забрать его в собственность поселения, провести там косметический ремонт, чтобы там находилась администрация поселения и пункт участкового полновочного полиции, и в перспективе, все-таки, надеюсь, и атаман здесь появится, и муниципальные учреждения, и дорожная техника, чтобы был такой один куст. Но и могу заверить, и станется отважно, не останется без внимания. Здание нынешней администрации будет являться как приемной головой для специалистов, там любые другие документы. Следующая остановка – магазин «Станица Отважной». Глава лично решил посмотреть ассортимент товара. Как оказалось, в этой торговой точке есть все необходимое – и продукты питания, и товары для дома. Мы очень рады, что у нас начальство новое, что у нас глава администрации прекрасный. И автобус пошел. Спасибо за автобус. И трактор заработал у нас. Ну, прекрасно все. «Станица» не бросили, так что мы довольны. В «Отважной» есть своя амбулатория. Глава района осмотрел помещение, где получают медицинскую помощь в санишнике. Местные жители довольны качеством обслуживания, говорит Роман Слепенко. Далее по пути следования – школа. Здесь обучается около 40 учеников. В образовательном учреждении открыт казачий класс. Школьники участвуют в различных районах и местных мероприятиях и неоднократно занимали призовые места. В смотре строя песни, спортивных мероприятиях и военно-патриотического направления. Здесь самый большой класс состоит из 10 учащихся, а самый маленький – всего два школьника. Мы надеемся, в этом году у нас заплыв детей ожидается. Самое главное, чтобы у нас сохранилась школа. Вот все это мы для этого будем делать. Школа – это и «Станица». В «Станице» живет много интересных людей. С одним из них, Александром Фалеевым, познакомился глава. Владелец ЛПХ – пчеловод со стажем. Сладким делом он занимается практически всю жизнь. Своим гостям пчеловод рассказал, что путь от любителя до профессионала у него был долг. Сегодня пасека состоит из 200 пчелосемей. Все свое время Александр Фалеев проводит здесь. Результат труда – вкусный мед, которым владелец ЛПХ угостил гостей. Мед – это получается у нас с первого весеннего цветка и вот по август месяц здесь все. Что природа у нас выделяет, то все здесь. А у нас здесь природа, ну медвежий уголок такой. Здесь ничего не травят, самолеты не летают, машины рядом, не ходят, трассы нету. Самый качественный мед получается. Глава района отметил, что у поселения есть потенциал развития агротуризма. Сельхозка операция – здесь красивая природа и живут замечательные люди. Перспектива таких маленьких населенных пунктов – только в таких людях, как вы, которые любят свою землю, которые здесь трудятся, которые готовы. То, что много говорят – агротуризм. Вот это самый лучший агротуризм. Под деревом, стоя, чай из трав, свежий мед. Вам здоровья, вашей семьи близко, чтобы ваши сыновья никуда не уезжали, это дело развивали. А мы будем стараться здесь и условия комфортные для жизни создавать. Глава района лично увидел все существующие проблемы, ближе познакомимся с людьми, а станичники почувствовали заботу власти, узнали о планах на ближайшую перспективу. Встреча с активом отважницкого сельского поселения прошла на позитивной ноте. Жители видят положительные изменения, наведен санитарный порядок, регулируют дороги, налажено транспортное сообщение. Конечно, проблем еще достаточно. Жителям нужно качество медицинского обслуживания, сотовая связь, рабочие места. Та позитивная поддержка, которую мы видели на встрече с активом, она дорогого стоит. Конечно, и для главы поселения, и для меня, как для главы района. Здесь уникальная, по сути, природа, красивая панорама, здесь очень богатая история. В свое время здесь более 9 тысяч человек проживало, сейчас, конечно, было тысячи человек в целом по двум поселениям. Но есть и перспектива роста. Есть уже более 10 человек, желающих объединиться в кооперацию, под развитие животноводцев, под переработку молока и другие направления. Мы будем это всесторонне поддерживать. Наша принципиальная задача, чтобы в таких отдаленных, малых населенных пунктах была жизнь, чтобы была самозанятость людей, чтобы были комфортные условия для деток, для молодежи, школы, чтобы спортивные, детские площадки. Будем заниматься обязательной связью, транспортной доступностью. Проблем много, но тот позитив, поддержка людей, она дорогого стоит. И мы обязательно не подведем, мы будем делать все, что в наших силах. В то, что постепенно жизнь в Танице и селе будет улучшаться, жители поверили. Очень интересные люди, активно идут на контакт, помогают, готовы к созданию кооперации. С детства здесь проживаю, с самого рождения, очень люблю. С приходом нового главы, я считаю, что возможностей у нас стало намного больше, энтузиазма у людей тоже стало больше. Я думаю, что все у нас получится. Наталья Литвиненко, Георгий Сопов, телекомпания «ЛАБА». Работы по противопожарной безопасности в учреждениях и предприятиях района проводятся постоянно. Несколько раз в год выбирается объект для проведения учебной тревоги и проверки готовности как самого коллектива, так и бойцов Лабинского пожарно-спасательного гарнизона. В этот раз показательные учения прошли в санатории «ЛАБА», расположенного в центре города. 2 августа в 11 часов на пульт пожарной охраны поступил звонок о возгорании в санатории «ЛАБА», расположенном в центре города. По замыслу учений, пожар произошел в одной из комнат на третьем этаже. Через четыре минуты после звонка о возгорании на Красную 10 прибыли пожарные расчеты, дежурная бригада скорой помощи, полиция и представители служб жизнеобеспечения города. На месте происшествия был создан оперативный штаб, координирующий действия всех подразделений, принимающих участие в пожарно-тактических учениях. Этот объект считается одним из сложных. В этом лечебном учреждении круглосуточно пребывают люди. Поэтому в первую очередь провели эвакуацию всех, кто находился в здании, а спасатели обошли все этажи в поисках пострадавших. За ходом учения наблюдали спасатели, приехавшие из соседних районов. Такие мероприятия проводятся с целью показа приемов и способов организации работы по управлению подразделениями при тушении пожаров, приемов тушения, новой техники и так далее. Приглашен был весь начальствующий состав трех подразделений, трех гарнизонов пятого отряда. Это Мостовского, Лобинского и Курганского. Для того, чтобы развивать тактические навыки мышления начальствующего состава в случае тушения крупных сложных пожаров. Также были приглашены главы поселения, главы администрации, руководители крупных объектов территории Лобинского городского поселения. Как отмечают спасатели, важность проведения пожарно-тактических мероприятий сложно переоценить. Ведь в экстренной ситуации возможно присутствие паники, потому действия в время чрезвычайных происшествий должны быть отработаны до автоматизма. Все отработано, но в чем-то все равно есть плюсы. Запоминаем, учимся. Стоим сейчас в обшударе с ребятами, как производить эвакуацию, допустим, как лестница сейчас работает, как люди будут действовать в случае, если у нас произойдет такое происшествие, как эвакуироваться, если из этажей, там, где лестницы не будет, за что можно зацепиться внутри, допустим, если по спасательной веревке или как-то эвакуироваться. Свидетелями хода учений стали многие лобинцы. Происходящее они фотографировали и снимали на мобильные телефоны. Видно, что бригады работают слаженно, все вовремя приехали. И я думаю, что такие учения надо проводить почаще. По окончанию мероприятия специалисты отметили, что все поставленные задачи были выполнены. Учения для того проходят, чтобы устранить все недоговоренности, недостатки в организации связи при тушении таких крупных пожаров. Эти недостатки незначительные, на код тушения условного пожара не повлияли. Но в будущем, надеюсь, таких недостатков не будет. Наталья Литвиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». День воспоминаний о любимых книг прошел в детской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина. Главная цель акции – популяризация чтения в молодежной среде. На полках детской библиотеки имени Пушкина много разной литературы. Здесь повести, рассказы, сказки, басни. Но у каждого посетителя есть своя любимая книга. «Каждый день к нам приходит большое количество читателей, чему мы очень рады. Конечно, большую часть произведений составляют произведения школьной программы. Но есть и такие читатели, которые читают много». Марина Онбыш – постоянный гость книгохранилища. За лето она уже прочла множество книжек о животных, приключенческую литературу, стихи, классику. Но среди множества книг есть та, которую Марина готова перечитывать постоянно. Название произведения девочка оставила на стенде библиотеки. Здесь прошла акция «День воспоминания любимых книг». Мне 10 лет. Я пришла в мою любимую библиотеку, чтобы взять новые книги и прочитать их. Мне дали ститер, и я написала свою любимую книгу «Два брата». Буквально за три дня яркими стикерами, на которых юные читатели написали названия любимых произведений, был обклеен весь стенд. «Я пришла в свою любимую детскую библиотеку, чтобы взять книги. Мне вручили стикер, и я на нем написала свою любимую книгу. Приключения Тома Сойера». «Ребята у нас очень мыслящие, интересующиеся разными проблемами. Они любят читать, и как воспитывать кошек. Очень часто сейчас стали спрашивать, как выжить в современной школе. И мы советуем очень интересную книгу Эдуарда Веркина. Много очень технической литературы и для мальчиков, и для девочек». Сотрудники библиотеки считают, что этот день – отличный повод вспомнить свои любимые произведения. Наверняка у каждого есть и книги, которые оставили в сердце заметный след, а детские впечатления от книги остаются в нашем сознании на всю жизнь. Наталья Литвиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Это были основные новости прошедшей недели. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok